Первую годовщину работы портала активные горожане празднуют вместе. На Белгородском Арбате развернулись развлекательные площадки, чтобы показать и рассказать, как это здорово вместе менять город к лучшему. Что мы делаем? Сейчас мы видим мужчину впереди. Нам нужно построить. Строим по принципу наших домов, как мы их выстраиваем. В самом сердце Арбата расположился архитектурный пленэр. Дизайнер Юлия Балан предложила гостям праздника попробовать себя в популярном сейчас направлении живописи – скетчинге. Моделью для начинающих художников стал любимый город. Внимание участников привлёк и Сити-Квест. Игру организовало Управление молодёжной политики. За основу взяли сообщения, поданные на интернет-портал. Ребята, мы также вам желаем удачи выполнить все задания на просторах наших улиц, а также победы. Хорошего настроения. Сегодня нам везёт. Не менее интересной была программа для детей. Маленькие горожане занимались арт-терапией, играли в развивающие игры, делали кукол и сувениры. Итоги работы информационной системы наглядно представили на фотосушке «Было-стало». Такой была ситуация до, а такой стало после. Среди авторов сообщений Евгений Горбатовский. Молодой человек уверяет, в полной мере может назвать себя активным горожанином. За полгода на портал отправил около 200 сообщений. По конкретному вопросу в отношении управляющей компании смог добиться результата. И когда я понял, что результат конкретно есть и можно делать дальнейшие шаги, я также стал заботиться не только о своей личной проблеме, но и о проблеме моих соседей. Портал «Активный горожанин» был создан год назад по инициативе мэра Белгорода Константина Полежаева. Главная идея – привлечь жителей областного центра к формированию удобного городского пространства. Не просто быть сторонними наблюдателями, а включиться в процесс. За год портал объединил более 3,5 тысяч активных пользователей. Решено около 5 тысяч проблем. Я считаю себя активным горожанином. Мне не безразлично то, что происходит вокруг, и я периодически активно пишу те или иные заявки. Портал дал такую возможность прямого общения, скажем так, с органами, я не знаю, власти. Наши проблемы, обычных жителей, граждан, они слышали сразу, и была практически мгновенная реакция. Проект, проработав год, выявил очень интересные тенденции. Во-первых, люди очень отзывчивые у нас в Белгороде. Они хотят этого диалога с властью, они хотят участвовать в управлении городом, они хотят, чтобы их мнение слышали, и сейчас мы чувствуем уже отдачу. Портал «Активный горожанин» – инструмент открытой обратной связи между властью и населением. В него включены все структурные подразделения городской администрации. В этом главный секрет эффективности. Как сделать совместную работу ещё более результативной? Предложение и пожелания здесь мог высказать каждый. А на далёкую перспективу было решено заложить капсулу времени. Я держу капсулу времени, конечно же, символическую. Мы в рамках сегодняшнего мероприятия планируем собрать предложение пожелания всех наших гостей сегодня и с условием вскрывать эту капсулу через 10 лет передадим её на хранение главному инициатору нашего проекта, мэру города Белгорода Константину Алексеевичу Полежаеву. Кульминацией вечера стало праздничное ток-шоу. Открытой площадке в импровизированной студии горожане делились своими историями и пожеланиями. У нас за домом есть место для парковки, для машин. Ну вот, я пользуюсь случаем, хочу попросить активных горожан проголосовать за мою инициативу. Честью праздника стало торжественное награждение. За неравнодушное отношение к городу самых активных пользователей портала отметили благодарностями главы администрации. За участие в развитии города Белгорода и в проекте «Активные горожане». Неравнодушное отношение к городу и активную жизненную позицию. Ура, Артём, спасибо! Ну а в завершении праздника для белгородца выступила курская кавер-группа «Гроу-бокс». В ближайшее время у портала «Активный горожанин» появится обновленная версия. Заходите на главную страницу проекта, становитесь пользователями, предлагайте новые идеи и решения. Девиз «Активный горожан» – вместе сделаем Белгород лучше. Елена Погорелова, Евгений Северинов. К этому часу. Белгород.